Во имя Отца и Сына, Испитага, Духа, Аминь. Аминь. Святитель Иоанн Златоуст, из сборника Слава Богу за все, издательство Сретенского монастыря. Избранные из писем к диконисе Олимпиаде. Хочу излечить рану твоего уныния и рассеять мысли о собирающие это облако скорби. Что в самом деле смущает твой дух? Почему ты печалишься и скорбишь? Потому что суровая и мрачная это бури, которые подверглись церкви. Потому что все превратило на безлунную ночь и день ото дня все более усиливается, причиняя тяжкие кораблекрушения. Потому что растет гибель вселенной. Знаю это и я. Да и никто не будет прикословить этому. Если желаешь, я изображу даже тебе и картину того, что теперь происходит. Чтобы сделать для тебя более ясным настоящие печальные события, мы видим, что море бурно взымается от самого дна. Одни корабельщики плавают по поверхности, вот мертвые другие ушли на дно. Бельные доски развязываются, паруса разрываются. Мачты разламываются, весла выпадали из рук грибцов. Кормочи сидят не у рулей, а на палубах обхватив руками колени. И только рыдают, громко кричат, плачут и сетуют о своем безвыходном положении. Они не только не видят небо, ни море, а повсюду лишь такую глубокую, беспросветную, мрачную тьму, что она не дозволяет им замечать даже и находящихся вблизи. Находящихся вблизи. Слышатся шумные ракотания, волны морские, животные отовсюду устремляются на пловцов. Но до сих пор, впрочем, гнаться нам за недостижимым. Какое бы подобие ни нашел я для настоящих бедствий, слово слабеет, перед ними умолкает. Впрочем, хотя я и вижу все это, я все-таки не отчаиваюсь в надежде на лучшие обстоятельства, помятуя о том, кормчим всего этого, который не искусством одерживает верх над бурей, но одним мгновением прекращает волнение моря. Если же он делает это не с самого начала и не тотчас, то потому, что таков у него обычай. Не прекращает опасности вначале, а тогда уже, когда они усилятся и дойдут до последних пределов, и когда большинство потеряет уже всякую надежду. Тогда-то он, наконец, совершает чудесное и неожиданное, проявляя собственное свое могущество и приучая к терпению подвергающейся опасностям. Итак, не падай духом, ведь одно только Олимпиада страшно, одно искушение, именно только грех. И я не перестаю до сих пор напоминать тебе это слово. Все же остальное, басня, укажешь ли ты на козни, или на ненависть, или на коварство, на ложные допросы, или бранные речи, и обвинения на лишение имущества, или изгнание, или заостренные мечи, или на морскую бездну, или на войну во всей Вселенной. Каково бы все это ни было, оно и временно, и скоро приходящее. И имеет место в отношении к смертному телу, нисколько не вредит трезвой душе. Поэтому и блаженный Павел, желая показать ничтожество радости и печалей, приключающихся в настоящей жизни, разнесил все одним из речений. 2 Коринфянам 4, 18 Ибо видимое временное, а невидимое вечно. Итак, зачем тебе бояться временного, протекающего подобно речным потокам? Потому что таково настоящее, все равно будет ли оно радостно или печально. Другой же пророк всечеловеческое счастье сравнил не с травой даже, а с другим более ничтожным веществом, назвавший все вместе цветом травы, ищел этим цветом, не часть только счастья, например, только богатство, или только роскошь, или обладание властью, или почести, но все, что у людей считается славным, обняв одним именем славы, уподобил, затем траве сказав, «Всякая слава человеческая, как цвет на траве». Однако ужасно и тяжело скажешь несчастье. Но смотри, как и оно в свою очередь приравнивается пророкам другому образу, и относись с презрением к нему. Именно уподобляя бранные речи, оскорбления и укоризны, насмешки со стороны врагов и злые замыслы, изветшавшие одежды и изъеденной молью шерсти, пророк говорит, Исайя 51,7,8, «Не бойтесь поношений от людей, и злословия их не страшитесь». Итак, пусть не смущает тебя ничто из того, что происходит. Перестань звать на помощь то того, то другого, игнаться за тенями, атаковать человеческая помощь, но призывая непрестанно Иисуса, которому ты служишь, чтобы Он только благоизволил, и все бедствия прекратятся в один миг. Если же ты призывал, а бедствие не устранено, то таков у Бога обычай, у Бога обычай. Не сначала, я повторяю то, что сказал выше, удалять бедствия, но когда они достигнут наибольшей высоты, когда усилятся, когда враждующие зальют почти всю свою злость, тогда, наконец, все сразу изменять, все сразу изменять в состоянии тишины и производить неожиданные перемены. Он может произвести не только те блага, каких мы ожидаем и надеемся получить, но и гораздо большие и бесконечно ценнейшие. Поэтому и Павел говорит, Ефесянам 3.20, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Аминь.